Почему был необходим вот этот папа, который такой свой в доску? Я напомню, была серия скандалов сначала с педофилией, причем повальной педофилией, которую еще и скрывали, заставляли прессу скрывать. Затем скандалы с Банком Ватикана. Все понятно, что там хранятся деньги самых кошмарных людей мира, но это все выползло в прессу, не все, а часть, маленькая часть появилась в прессе. И на волне этих скандалов нужно было каким-то образом произвести ребрендинг вот этой кошмарной организации. И, конечно, Рацегер, который когда-то в детстве был, как ты знаешь, состоял в Гитлер-Югенде, то есть папа вот с такой биографией, плюс он еще был достаточно жесткий в своей позиции, и нужно было найти какого-то такого актрису, которая бы играла своего в доску. Нашли вот, значит, вот этого нынешнего папу, которого пересадили на фиат, то есть чтобы рекламировали фиат, видимо, там какое-то тоже соглашение вполне может быть. И он там то обнимает какого-то цыгана, то, значит, простых итальянцев, и ребенка берет на руки, и какого-то больного, значит, я не знаю, как он себя там просто еле или держит маску благочестия, да, все. Это игра. Им нужно спасти свои доходы, свою эту коммерческую организацию любым путем. Но нельзя забывать, что это та же самая организация, которая устраивала инквизицию, которая бы убивала людей. Они несколько лет назад, ну, пару десятилетий, извинились за смерть Джордана Бруно. Ну, извините, да, вынуждены были, и то нехотя, да. Нехотя извинились. Но это же та же самая организация. Что значит извините? Это же не на ногу наступить. Они не отказались ни от одного из положений своей, так сказать, религии, а там все в порядке. Ты же знаешь, там и рабство, там и женщины имеют право, там и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и все в соляной столб, то, значит, убить всех младенцев египетских. Они так от этого и не отказались, и не могут отказаться от их базы, это их основа. Поэтому мы должны помнить, что вот за этой актрисой скрывается коммерческая организация. Понятно. Продолжение следует...